Те самые лыжи, что принесли всемирный успех. Позади остались крутые склоны и тысячи километров от Пхенчкана. Впереди долгожданная встреча с близкими и поклонниками. Первые цветы и пока свои главные победы спортсмен везет родителям в Зеленодольск. В родном Татарстане Андрей ждет его самая большая армия фанатов, самые близкие, дома, друзья в аэропорту. Почти у самого трапа те, кто болел за Андрея на Олимпиаде и те, кто буквально сам раскатывался спортсменом в его первую лыжню. Десятки друзей и болельщиков встречают олимпийского призера как чемпиона. Сергей Гударев, друг детства, следил за Андреем на Олимпиаде, буквально не отрываясь от телевизора или смартфона. Вспоминает, что последняя и решающая гонка для него выдалась самой нервной. И как раз мы едем, показывает, финиширует Фин Нисканин, Саша Большунов у нас второй, и трансляция обрывается. Представляете, что у меня творилось в душе? А что творится в душе татарстанской лыжницы Анны Нечаевской, одно ей известно. По возвращении из Олимпиады Анне сделали предложение прямо в аэропорту Шереметьево. Олимпийскую чемпионку Алину Загитову встречают букетами, овациями и баннерами со словами «Ты татарская принцесса». Реакция на олимпийский фурор татарстанцев. Эта олимпиада показала, что у нас у молодого поросла большой потенциал. И молодые спортсмены, которые даже, наверное, многие не надеялись, они показали на полную силу и привезли большое количество медалей. Личное золото и командное серебро у Алины Загитовой, бронза у Анны Нечаевской и серебро у Андрея Ларькова. Но это не только их заслуги, считают спортсмены. Это победа болельщиков, тренеров и всей команды. Что касается команд обеспечения, доктора, тренера, массажиста, сервисмены, сработали все превосходно у нас, все молодцы. Всем спасибо. Впереди день передышки и выезд уже на чемпионат мира в финские лахти. Времени останется разве что увидеться с родителями да поесть домашней еды. Специально для сына семья налепила гору пельменей. Ради такого стоило побеждать. Рамиль Шайдулин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.